Большой субботник устроили ученики школы номер 17. Раньше на территории этого образовательного учреждения был разбит небольшой дендрарий, постановить который и решили ребята. Что у них получилось, расскажет Екатерина Леникова. В середине 20 века школа номер 17 могла похвастаться большим красивым парком. Здесь ученики выращивали цветы и даже зерновые культуры. А известный вологодский учитель биологии Виталий Андрюшин завез сюда редкие породы деревьев. Этот участок был создан в 1967 году. На нем ребята выращивали различные саженцы. Посмотрите, у нас есть альбом из истории школы. Участвовали в выставках. Возродить былой Вильча-парк решили современные ученики 17-й школы. Для начала, в преддверии зимы, они устроили здесь большой субботник. Студенты ходят, допустим, ну и у нас из школы. То есть везде мусорят люди и вот так запустили. Сейчас мы собрались поприбраться перед зимой, навести порядок. А позже весной уже насадить деревья, то есть привести в полный порядок. Реализовать идею школьникам помогли специалисты молодежного центра Горком-35. Они предоставили необходимый инвентарь и технику. Но и на этом поддержка инициативных ребят не закончится. Этим субботником мы начинаем большое благоустройство этого парка. И весной мы посадим деревья. Еще хочется отметить, что подобным мероприятием мы делаем наш город чище. И он по праву будет носить звание зеленого города. За несколько часов работы старый парк значительно преобразился. Собран мусор и опавшая листва, отпилены ветки старых деревьев, вырублены старые кустарники. Впереди у ребят большая работа по благоустройству этого зеленого уголка, в котором уже следующим летом смогут гулять все жители микрорайона. Стоит отметить, что благоустройству парков и скверов в Волокде выделяется большое внимание. Регулярно проводятся субботники. В преддверии зимы большая работа по уборке прошла в парке Мира. Здесь также произрастают редкие и ценные породы деревьев. Это место по праву считается любимой зеленой зоной отдыха в Волокжан. Екатерина Олейникова, Максим Тюшковец, Волокда Портал. Субтитры создавал DimaTorzok